Ну что, всем привет, с вами снова я, Марк, и пришло время разбавить мотоциклы немножечко самолетами. Расскажу вам про вот эту бумажку, которая сейчас просвечивается с двух сторон, не особо понятно, что это, но я вам поясню. Это лицензия частного пилота, моя гигантская мечта, которая наконец-таки сбылась благодаря лучшей школе в этом мире, и даже в Москве, Маг Аэро Тренинг. Я думаю, практически каждый из вас, нет да нет, задумывался хоть раз в жизни о том, что было бы круто научиться летать. Летать на своих самолетах, может быть на арендованных, но вообще в принципе летать. Но у большинства людей при этом вся эта идея всегда откладывается куда-то в долгий ящик. Это ощущается чем-то невозможным, чем-то очень далеким, хотя вовсе это не так, абсолютно. Если оглянуться по сторонам, посмотреть на дороги в Москве, то каждая вторая машина, это какой-нибудь Крузак, Рейндж Ровер, Тесла проедет, нет да нет а Ламборгини. В общем-то многие эти люди реально даже не осознают, что они могли бы потянуть покупку своего самолета и учебу на частного пилота. Обучение стоит всего-навсего лям-полтора. Да, для меня тяжело было сейчас сказать, что это всего-навсего полтора, потому что для меня это полтора. Но однако для многих людей это деньги уже таки попроще. И поэтому, например, для меня именно процесс обучения, конечно, кажется намного более простой задачей, чем собственно заработать эти деньги. Но надеюсь это все пока что. Идем в светлое будущее. Так или иначе, вне зависимости от того, сложно вам заработать эти деньги или легко вам заработать эти деньги, летать наверняка хочется. И заработать эти деньги главное можно. Поэтому моей задачей остается просто вам рассказать, что вас ждет. Через что нужно будет пройти, чтобы получить свою заветную лицензию пилота Начать летать в свое удовольствие даже без самолета Потому что его всегда можно взять в аренду вариантов в предложении масса Ну так вот, я учился в авиационно-учебном центре Магайра Тренинг К сожалению, у Магайра Тренинг нет минусов Но я могу назвать несколько плюсов Во-первых, охренительное техническое обслуживание самолетов Свой парк запчастей, очень крутые техники Все это обеспечивает безопасность полетов Толковые инструктора, это само собой и самая низкая цена на обучение Несомненный плюс для меня Ну и конечно, самый главный плюс Магайра Тренинг Это мой друг, директор Андрей Мельников Который, кроме прочего, еще и очень известный в авиационных кругах авиаблогер Наверняка, если вы уже давно горите авиацией, то вы знаете его канал А если нет, то пишите пилот Мельников, заходите и смотрите его ролики Андрей Мельников один, увы и ах, и он директор Магайра Тренинг Поэтому Магайра Тренинг вне конкуренции Сдав все экзамены, вы наконец-таки получаете вот такую бумажечку По итогу обучения С этой бумажечкой ламинированной Вы имеете право летать на любых однодвигательных сухопутных самолетах До 5-700 килограмм В России люди, имея обычную такую лицензию частного пилота Летают спокойно на Л-29, на Л-39, на МиГ-21 можно То есть главное, чтобы самолет влазил в эти 5-700 килограмм И он был однодвигательным сухопутным Если он садится на воду, то как бы это уже тут надо допуск определенный Но тем не менее, это взрывает мозг Что ты учишься на Cessna 172 Ну, кукурузник, как его в народе называют И с этой же бумажкой ты можешь летать на истребителе, мать его Да, фактически, чтобы полететь на реактивном самолете Вам нужно будет где-то потренироваться С каким-то опытным человеком Это абсолютно другой опыт Это совсем другое Но с точки зрения каких-то юридических вопросов Да, этого достаточно для того, чтобы летать на истребителе Все обучение можно разделить на несколько частей Первое, это, конечно же, теория 250 академических часов 40 часов астрономических Летная практика И где-то между этим затесалась тренажерная подготовка И наземная подготовка Надо понимать, что вот эта программа обучения на частного пилота Она плюс-минус везде стандартная Отличается, как именно тебе дают нужные знания Но программа, в принципе, в каждых ауц одинаковая То есть те же 250 академических часов будет в том, третьем и десятом ауц Но вот как вам эти знания дадут? Это уже разговор другой И вот поэтому выбор ауц – это важное дело Потому что то количество знаний, которое впихнуто в эти часы Это вот ровно минимум того, что нужно для того, чтобы хоть как-то безопасно начать летать То есть программа далеко не избыточная Она и близко не избыточная Это вот просто самый минимум, чтобы начать летать И это большая работа для преподавателей, для инструкторов Чтобы в это количество времени небольшое Дать вам все то необходимое, чтобы вы не разбились в лепешку И на вашей ответственности в том числе все это впитывать Не просерять мимо ушей И в итоге стать добросовестным, крутым пилотом Который летает официально, подает планы полетов Делает это все безопасно, не нарушая каких-либо законов Я теорию проходил максимально интенсивно У нас занятия начинались в 5 вечера и заканчивались в 12 ночи И так каждый день, пока эти 250 академических часов мы не отсидели, не сдали Посещаемость все очень строго, очень серьезно Там камера снимает, она все пишет, чтобы все люди всегда присутствовали, все слушали То есть тут, естественно, вы должны к этому подходить с ответственностью И вам не дадут к этому относиться безответственно После того, как полностью отсидишь теорию и все сдашь Приходит самое время пройти ВЛЭК Врачебно-летная экспертная комиссия По ее итогам, если все хорошо, вы получаете вот такую вот бумажечку Которая, собственно, и говорит о том, что вы годны, вы можете летать на самолетах Сам ВЛЭК довольно муторный по причине того, что вам нужно обойти огромное количество врачей Записаться там, очереди туда-сюда Но, в целом, есть и плюсы Например, вы вот за свои деньги, таким вот образом, ради лицензии пилота Еще и проходите полный техосмотр самого себя И имеете потом после него представление о своем техническом состоянии, так сказать Квесты самые разнообразные Там и к мозгам какие-то датчики подключат И на кресле раскрутят, посмотрят, не блеванешь ли Там дадут всякие склянки с запахами, которые ты должен будешь определить вслепую И на два момента я попался Во-первых, нужна справка от нарколога и психотерапевта Как, собственно, и на автомобильные права И справки нужны по прописке Поэтому я из Москвы поехал к себе в Ростовскую область Получил их там, потом привез их сюда-обратно Выяснил, что срок годности моих анализов крови истек Сдал их заново И как бы вот, дальше все стало нормально Но я встретился с логопедом И, естественно, логопед обратил внимание на то, что я картавый Если бы я шел на коммерческого пилота То с такой картавостью я бы уже пройти не смог Мне бы пришлось заниматься с логопедом Тренировать букву Р Ну а в случае с частным пилотом Там все-таки требования технические к человеку чуть пониже И этому логопеду на влэк потребовалась какая-то суперсправка От суперлогопеда из какой-то школы джедаев Который скажет, что вот, да, это Марк Он картавый, но эта картавость не мешает разборчивости речи Поэтому ему можно дать пилотское Где-то влэк занял у меня три дня, наверное, если вырезать вот эту поездку в Ростов-на-Дону Где-то так это все и вышло А по стоимости 15 тысяч рублей Сейчас не знаю Ну прошел год, я думаю, плюс-минус так же Кстати, пройдя теорию, вы уже можете пойти в Росавиацию и сдать Росавиатест Это вот такой вот экзамен на компах проходите в Росавиации Собственно говоря, вот как в ГАИ приходишь, там решаешь тесты Вот там тоже самое, его можно сдавать в конце обучения, можно сразу после теории И тогда уже получается, когда вы отлетаете летную практику Ваши документы просто сразу передаются в Росавиацию Вам не надо уже больше ничего делать, просто получите потом лицензию пилота Короче говоря, в любое время после теории вы можете пойти и сдать Росавиатест Туда надо просто записаться Но в моем случае после VLEG я сразу пошел на тренажерную подготовку Прибирай, все, ты ему ускорение дал И теперь педаль, педаль, ами Да, это займет какое-то время А вот и тренируйся, пока можешь порулить вот здесь по перронам Это же еще на тормоза надо одновременно нажать Да, уже уверен, по желтой линии Да я пытаюсь с тормозами разобраться Потому что я их не одновременно отпускаю и нажимаю Это лучшее, что у меня было за последнее время Мне кажется, это неправда Тренажер занимает совсем немного времени И он на самом деле далек от какого-то реализма То есть летая на тренажере, вы по сути навык полета не тренируете Но тем не менее, он очень важен И вот на то две причины Первая, у вас уже начинает работать распределение внимания В кабине самолета очень много разных приборов Очень много, ну вы откроете любую кабину, посмотрите После автомобиля, где вам надо что сделать Смотреть за скоростью Иногда надо смотреть за температурой двигателя Да, ну чтобы там не перегреться И то это делают не все Как бы, а в самолете вон оно сколько всего И поначалу мозг плавится Просто глаза во все стороны В каком порядке все это смотреть Как это все делать правильно Тренажер ровно для того и нужен Чтобы прежде чем сесть в самолет Научиться понимать вот всю эту комбинацию приборов Правильно распределить это внимание В нужный момент посмотреть куда нужно И сберечь свои мозги от расплавления Следующее, вы можете тренировать уже Общение с диспетчером Вести радиообмен И вы будете говорить там 67552, разрешите запуск на первом перроне И так далее Доклад на исполнительном взлету готов Ну блин Он тебе говорит Взлетайте Проверяешь Закрылки взлетные Топливный кран в положении БОС Так, проверил У тебя курс агрессивная настроена Высотомер на нуле Давление проверил Это у нас получается Кьюэфи сейчас тогда получается Кьюэфи, да Кьюэфи, да Кьюэфи 29, 8 плюс Если диспетчер тебе сказал То ты проверил Соответственно Ноги на полет Сразу вниз Вот только носочки остались Обороты максимумы Сейчас надо сюда Выравнивать И выравниваем Сразу обороты И выравниваем Педальками Направление держим Всё Оторвался Скоро Вот 10 градусов Поставил Больше не надо 10 градусов Не особо вообще понимаешь Что это тут отображается Как что отображается У тебя это направление Вот мы взлетали с этим курсом Обратный посадочный Вот этот Держим Вот видишь Розовую эту хрень, да Вот она Стрелка красная Да Вот такие движения В цейсе всегда Угу Это не истребитель Жалко Вот всё Не надо Вот Пройди туда Вот довернись Ещё чуть Всё На курс Не надо резкие движения Вот ты знаешь что не надо Но всё равно делай Оно Оно От души идёт От души просто Да от какой души Всё не брать У нас 1100 футов Должно быть 800 Прибери обороты 2 Ещё 800 Обороты прибрать Это вот так На себя Прибрать От себя добавить Оно же кажется больше выдвинуто Значит больше Значит должно Газу добавить Да нет Вовят Всё что на себя Это уменьшает Да Или выключает Всё что вперёд Это добавляет У тебя снижение пошло Ты видишь нос падает Держи его Поддерживай Поддерживай 2200 Да Да Чё А делать надо не надо Раз просто И добавим Вот с высоты На метр Выравниваем Ну досад Убили самолёт Да Ну ничего Сейчас ещё один будет В жизни так не будет В жизни один В жизни так не будет Ну и да Четвёртый Самый сложный И увлекательной этап Это лётная практика И ему я хочу уделить отдельное видео Я покажу все, что происходит в кабине Когда ты учишься, летаешь, делаешь ошибки Исправляешь, как ведет себя при этом инструктор А инструктор это должен быть человек С железной выдержкой и стальными яйцами Потому что, по сути Это те люди, которые каждый день Садятся вот в самолет, где их Пытаются убить А они должны, во-первых, выучить Во-вторых, выжить Совсем скоро выходит видео про летную подготовку Вы посмотрите на все своими глазами Какие я делал ошибки, как это все происходило Пишите, кстати, к слову, в комментариях Какие-то вопросы, если они появляются Я буду на них отвечать Всем спасибо за просмотр, удачи и пока Ознакомишься с самолетом Как он летит Мы с тобой в 11.30 Спасибо А бочки, петли, колокол там будут? А как же Этот самолет не занимается А как же